Здарова, с вами как всегда Хардкекс, наверняка по превьюхе вам стало интересно, что будет сегодня происходить. Будем сдавать автомобили по одному баксу, вот такие вот автомобили, недорогие, сразу говорю, банан не будем. Вот, у меня их получается 5-6 штук где-то в этом районе, все они зареганы, все они готовы к аренде, и мы будем их сдавать по одному доллару за один час. Но с описанием того, что в качестве благодарности за мою очень щедрую акцию положите что-нибудь в багажник, ну в качестве благодарности, может будут кидать бургеры, может какие-нибудь вещи недорогие и так далее. И посмотрим, что мы сегодня за один день залутаем с помощью вот такой нехитрой акции. Будем сдавать от одного часа до одного часа, то есть максимум на один час будем сдавать, ну чтобы больше людей взяли в аренду их, чтобы больше была вероятность, что они что-то туда положат, и мы что-нибудь вообще оттуда залутаем. Я думаю, акция интересная и необычная, поэтому посмотрим, как у нас это все пойдет. Перед началом обязательно ставь лайк, ну и подписывайся на канал. Кстати, ссылочка на лаунчер есть, конечно же, в описании. Как только залетаешь, нажимаешь F10, шестеренка, приглашение, и сюда вводим мой реферальный код, кексик. Нажимаешь сохранить, заходишь в подарки, забираешь сразу же випку на 10 дней, ну и при достижении пятого левела получаешь 12,5 тысяч баксов. Постепенно при повышении каждого левела вам по чуть-чуть выдает. Приятного просмотра, а мы начинаем наш эксперимент. У меня есть тут автомобили, специально я брал для аренды, также делал у себя видосик очень интересный, где я сделал бизнес за 1 миллион с финкой от 25 тысяч в день. И при всем этом мы тратим только 10 минут в день и получаем вот такую сочную, смачную финночку. Поэтому, кто не видел, залетайте на канал и смотрите. Вот у нас вот такой автопарк, то есть вот, Яни Сильва за 130, да, вот такая тачка за 158, я переборщил с ценой, купил ее по фул-фул-фул прайсу. Конечно же, бэшечка за 220, вот такой гольф, очень симпотный, вот такая вот тележка для бананов, ну и конечно же, мускул карл. Все эти тачки будем сдавать по 1 доллару, я думаю, это будет максимально привлекательно. Ну или, по крайней мере, посмотрим, какая там минималка, потому что минималка по-любому, скорее всего, есть. У нас есть общая вот такая фотография, которую я, в принципе, делал, да. Минимальное время аренды в часах 1 час, максимальное тоже 1. Цена за аренду 1 доллар. Главное, нам написать красивое описание. Вот такой текст я накалякал, акция творит добро. В качестве благодарности можете оставить что-нибудь в багажнике арендуемого авто. Спасибо. Погнали, первую тачку залетаем, кстати, мы каждый раз получаем минус 249 баксов. Вот так, чинг, отправляем, все, за 1 доллар тачка улетела, за 1 бакс, все, забрали походу, ее забрали, да? Да, забрали все, молниеносно, молниеносно забрали. Надеюсь, это все будет работать. Сейчас время 9.58. Опять-таки, все точно так же мы делаем, так же фоточку мы крепим, хотя можно было фоточку не крепить, да? Так же отправляем, все, опять-таки, за 1 доллар. Сейчас смс-ка по-любому придет, максимально быстро, я думаю. Вот так вот, слушайте, тут смс-ка что-то не приходит. Эй, что, не берут, что ли? Так, вот так, аренда за час 1 доллар. Так же мы уходим в минуса каждый раз, да? Но ничего страшного, посмотрим. Это все ради эксперимента, посмотрим, я надеюсь, это будет прикольненько, что ли. Слушайте, а это объявление слишком долго висит, за 1 доллар в час? Как-то слишком долго висит. Я не знаю, в последнее время что-то Авито тупит и не дает объявления за объявлением просто отправлять. Банана баги сдадим? Не, нас прибьют, потому что там типы ловили эту тачку специально. Две тачки мы уже сдали, отлично. Одну тачку на 1 час и вторую тачку на 1 час. Остальные автомобили, вот они висят, просто прикиньте. Просто, а, три тачки мы сдали, вот одна, вторая и третья. Вот четыре, четыре уже сдали. Забрали, 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 забрали. Все, как бы у нас, получается, будет сдаваться, ну, по пять тачек у нас будет сдаваться, да. Чем чаще я буду сдавать, мне кажется, тем выше вероятность того, что будет что-то в багажнике лежать. А, у вас нет ключей от этой машины, ее уже арендовали, походу. Все, теперь заходим через час, посмотрим, что у нас в багажнике. Я не знаю, надо какую-нибудь тачку освободить и туда все складывать. Что у нас, в принципе, в багажнике остается. Итак, немного поздновато я зашел, я сдавал только один раз, вот это в десять или в девять часов, больше я не сдавал. Давайте посмотрим просто багажник ради интереса, тачек, которые мы, собственно, сдавали. За один доллар, напоминаю, чтобы посмотреть, что нам положат вообще в багажник в качестве благодарности. Итак, смотрим. Ага, вот она благодарность вся, да? Вот она, багажник, тоже ничего, даже никто бургер не купил, просто и в багажник не закинул. Ну, представляете? Возможно, даже описание просто не читали. Так, ну, здесь понятно. Давайте едем тогда в квартиру, посмотрим, что у нас там ждет. Может, там хоть, хоть что-то. Так, смотрим, что у нас в багажнике есть тут. Надеюсь, хоть что-то положили. Так, тут багажники тоже пусто. Тут багажники тоже пусто. Ай-яй-яй. И тут багажники пусто. Везде пусто, представляете? Тачки поздавал по одному баксу, блин, за час. И никто не додумался ничего положить. Не знаю, сейчас будет последняя попытка, наверное. И посмотрим. В этот раз описание будет вот таким. Эксперимент в качестве благодарности. Оставьте подарочек в багажнике. Все, в принципе, точно так же абсолютно делаем. Уже взяли в аренду, понятное дело, да? Просто таки, о, просто халявная тачка. Классно. Ну, возьму тогда. По-моему, даже никто не успевает прочитать, что там вообще есть. Что там нету. В общем, все тачки забирают. Прям вот, вот. Я не успеваю. То есть, нет. Я просто тупо выкладываю, их сразу забирают. Молниеносно. Все тачки все забрали. Опять-таки, по одному баксу. Одна тачка, вторая, третья, четвертая и пятая. Мне кажется, то, что даже никто не успел посмотреть, прочитать, что там по описанию. Вообще никто. Первый раз багажники были пустые, посмотрим, еще сегодня зайду. Продолжаем эксперимент. Я еще раз сдавал эти тачки, не знаю, что получилось. Давайте посмотрим, багажник пустой. Давайте, следующая тачка у нас тоже пустая. Хм, классно. Заехал в гараж квартиры, посмотрим, что у нас тут. Мне кажется, нигде ничего не положили. О, слушайте, что-то тут положили. Олимпийка, шорты и шарф. О-о-о, сет положили. Ха-ха-ха, нормально, нормально. Блин, хоть что-то. Здесь тоже пусто. И здесь, смотрим, тоже пусто. Короче, нигде ничего не пооставляли. Багажника здесь вообще нет. Пять тачек сдавал. Вообще ни в одной тачке ничего не оставили. Вообще молодцы. Кроме как в этом мускулкаре, кто оставил вообще пассиво большое. Хотя бы эксперимент не провалился. Хоть что-то, да, оставили. Люди добрые все-таки есть. Оставили, правда, ну такое себе, да? Но все. Давайте посмотрим, сколько стоит шарф. Чисто ради любопытства. Хз, короче, сколько он стоит? Этих шарфов нету. Но вот такой вот, прикид. Такие шорты. Вот такая верхушка. Ну и, собственно, шарф. Ну, вышло прикольно. Как бы это всего лишь эксперимент. На то он и эксперимент, чтобы посмотреть, сколько людей будут благодарны. Сколько оставят, не оставят. Возможно, некоторые забыли. В общем, не важно. Эксперимент поставлен. Хоть что-то, да, оставили. Это уже хорошо. Вот такой видос вышел. Подписка, лайк, колокольчик. Зацени предыдущие ролики. Увидимся.